За то, что население Карагандинской области переплатило монополистам 1 миллиард 763 миллиона тенге, на скамью подсудимых сел заместитель руководителя областного Дарема. Он обвиняется в том, что не ввел временные компенсирующие тарифы. В ходе проверки прокуратуры выявлено, что в период с 2015 по 2017 годы почти у 20 коммунальных предприятий по области затраты были меньше, чем предусмотрено в тарифе. Кто-то экономил на бензине, кто-то на банковских услугах, поверке оборудования и других статьях расходов. Причем расхождение со сметой превысило 5%. Сотрудники Дарема должны были ввести временный компенсирующий тариф, а монополисты – сделать перерасчеты и вернуть часть денег населению. Но сделано этого не было. Узанбаев Кенис Байк-Разисович совершил уголовное правонарушение предусмотрено статьей 361-й части 4.3 Уголовного кодекса Республики Казахстан, то есть злоупотребление должностными полномочиями, используемым должным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других организаций, повредивших тяжкие последствия сохранения законов для сообщества и государства. Прокуроры посчитали, что антимонопольщики скрыли эти факты для извлечения выгоды для себя или услугодателей. Однако доказательств получения взяток не нашли. Заместитель руководителя Дарем, кстати, хотя и находился под арестом, но до сих пор не уволен. Кенис Байк-Разисович полностью признал вину и заключил с прокурором процессуальное соглашение. В итоге затяжкое коррупционное уголовное правонарушение получил половину срока предусмотренного. статьей «Ограничение свободы сроком на 3,5 года и лишение права занимать должности на госслужбе». Он был отпущен из-под стражи в зале суда. Постфактум компенсирующие тарифы все же были введены. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Равиль Валеев, 5 канал.